11 метров. Отпускайте. Это в длину и еще почти 5,5 метров в ширину. Экологи при помощи рулетки определяют масштаб несанкционированной свалки. И это только одна из нескольких куч мусора. Она образовалась на территории поселка Строителей. Ветки явно пролежали здесь не один день. Судя по всему, отходы остались после проведения работ по спилке деревьев. Мне самое главное, чтобы они за собой убрали. Почему они вот оставляют, непонятно. Вопрос интересный. Может не успели, а может просто забыли. В итоге экологам пришлось освежить память специалистам, которые занимались обрезкой деревьев. Несанкционированная свалка находилась вот в этом самом месте. Состояла она в основном из спиленных деревьев и кустарников. Общая площадь заграждения была примерно 150 квадратных метров. Специалисты устранили нарушение только после того, как их адрес поступило предостережение от специалистов Министерства экологии. Мера оказалась весьма действенной, говорит мужчина по имени Руслан. Кому сдавали, я не ходил. Вывозили, да? Кстати, не только свалку обнаружили специалисты Министерства экологии. Буквально недалеко выявили еще одно нарушение. Это разлив канализационного колодца за жилыми домами. Экологами были отобраны пробы почвы. По результатам анализов проб, превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в почве не выявлено. Кстати, этот выезд специалисты осуществили после жалоб местных жителей. Также установлено, что спил деревьев производился во избежание обрыва линии электропередач. Штрафных санкций в адрес нарушителей не будет, так как они вовремя устранили все замечания. Александр Халин, Александр Лихачев. Новости НТР. Субтитры создавал DimaTorzok